Появилась новость, что Путин повысил свою племянницу на посту замминистра обороны Анна Цивилева. Теперь переведена на должность статс-секретаря, заместителя главы Минобороны Российской Федерации. Ну а пост замминистра обороны она заняла еще два месяца назад. Также сейчас Аббас сплетничает в сети, что якобы Путин задумывается и о том, чтобы Шойгу вернуть на должность министра обороны, что, мол, при нем такого не было, как сейчас при Белоусове. А у Белоусова мало опыта, и он не удержал фронт, так скажем. И сейчас, чтобы избежать следующих каких-то еще больших рисков, действительно Шойгу могут вернуть. Что вы об этом думаете и о повышении границы? Это абсолютно исключено. Возвратить Шойгу – это значит расписаться в том, что ты совершил колоссальную ошибку, уволив его. Путин никогда не расписывается в собственных ошибках. То есть он мог бы в этом сделать, если бы реально, объективно, Шойгу был на порядок лучшим министром обороны, чем Белоусов, и реально можно наплевать на все эти имиджевые штучки и спасти ситуацию, вернув Шойгу. Но объективно ведь Шойгу ничем не лучше Белоусов. И в этом смысле... Ну то есть нельзя игнорировать объективную реальность, понимаете? Ну то есть объективно они примерно одинаковые. По каким-то параметрам Шойгу лучше, по каким-то Белоусов лучше. И вот эта объективность, когда они примерно одинаковые, ну она мешает возникнуть конструкции, когда черт с ним цилиджем верну Шойгу. Ну то есть незачем его возвращать, понимаете? Что касается Цивилевой, то не то, чтобы ее... Это не совсем корректно сказать, что ее переместили на другую должность. Нет, она как была замминистра, так и осталась. Просто к ней добавлена из приставка статс-секретарь министерства. Заместителей министра может быть много, а статс-секретарь в каждом министерстве один. Статс-секретарь отвечает за взаимодействие с ДжАР, проще говоря. Government Relations. За взаимодействие с другими органами государственной власти. Это, собственно говоря, подтверждает ее назначение на эту должность. Подтверждает ту точку зрения, которую я прям в первый день высказывал. Когда вот ее назначили, я говорил, это не Путин, это Белоусов. Это Белоусов пришел к Путину с этой идеей. Назначить ее. Путин всего лишь согласился. Для Путина никаких выигрышей от того, что там появился Цивилева, нет. А для Белоусов выигрыш очевиден. Белоусов только что лишился мощного союзника в лице Патрушева. И он оказался, используя выражение Бродского, выставленным на экзистенциальный холод. Должность такая, ну то есть реально там со всех сторон прилетает. А такой тесной дружбы с Путиным, какая была у Шойгу, у него же нет. А Шойгу для Путина прямо личный калифан. Помните, они в Тайгу вместе ходили, отпуск проводили и так далее. А Белоусов просто подчиненный. Ну так, пятый неплохо к нему относится, но там совсем другой статус. И поэтому Белоусов сгореть на этой должности легче легкого. И оказавшись без такого мощного союзника, как Патрушев, на такой еще должности, он безусловно, Белоусов аппаратчик опытный, он это все понимает. Он, конечно же, занялся поиском союзников. Цивилева это выход, ну сама Цивилева и ее муж Цивилев, который сейчас министр энергетики России. Значит, это выход на мощный клан Кимченко, друга президента. Ну одного из старых друзей президента. Одного из тех, кто, так сказать, вот Кооператив Озеро, так называемый, да, вот эти все, который ишел там с 90-х годов. Помните легендарную историю, когда Путин спасал Собчака после поражения Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга 96-го года, когда там возбудили уголовное дело против Собчака. Так вот, все рассказывают о том, как Путин вывез Собчака, значит, на праве джете, несмотря на уже возбужденное дело, да, вывез его там за границу, спас таким образом. Именно эта история якобы повлияла на решение Ельцина все-таки сделать будущее Путина племя. А кто оплатил-то праве джет? Кимченко. Это был самолет Кимченко. Так вот, в общем, Кимченко, это вот не Белоусов, это из старых друзей. Вот. А он с Цивилевым, мужем вот этой самой Цивилевой, партнеры по угольному бизнесу. Вот. И поэтому пригласить к разделу пирога, так сказать, Минобороны Кимченко, ну, по сути, там, я говорю, ты рассчитываешь на то, что пригласив Цивилева, и ты получишь мощного лоббиста твоих интересов, там, уже перед глазами Кимченко. Может, Кимченко и сам залезет в этот бизнес, там, какие-то контракты, так сказать, да, лично не побрезгует. Как помните в том фильме, как его, «Формула любви», когда граф Клёстр приезжает в эту усадьбу к этому, Федяшина, что ли, этому помещику, да, Кудрявому, вот, и там Фарада выходит, значит, Маргадон, прими, да, и ему подносят хлеб соль, и там солонка стоит. И он солонку, значит, берет соль, выкидывает, а солонку в карман. И крестьяне там разговаривают. Сразу видно, хороший человек, солонку спер и не побрезговал. Ну, так вот, ну, Кимченко, может, и сам не побрезгивает, так сказать, этим всем. И тогда он уже, получается, кровно заинтересован в сохранении Белоусова на этом посту. Ну, а это союзник не хуже Патрушева, понимаете? Вот, поэтому, вот, я думаю, это Белоусов эту конструкцию придумал, пришел к Путину и говорит, Владимир Владимирович, хочу вот Цивилева у нас, значит, к себе там, она там у нас гений, значит, в части социального обеспечения, значит, потребности военнослужащих, вот прям хочу ее, вот, ей всю социалку нашу отдать, так сказать. Ну, Путин махнул рукой, Бог с тобой, ну, бери ее, если так надо. Вот, и сейчас ее назначают на джиак. То есть она сейчас будет ходить, условно говоря, к Володину там, да, в Госдуму, тереть насчет необходимых для Министерства обороны законопроектов. И пойди откажи ей, когда за ее спиной, одно дело за ней, за ее спиной маячит просто Белоусова, а другое дело за ее спиной маячит уже Кимченко. Ну, вот, отказать сложнее. Ну, то есть она просто, ну, более эффективным двигателем получается. То есть интерес Белоусова в случае с Цивилевой совершенно очевиден. Поэтому я считаю, что вот реальный движок за всем этим, да, это интерес Белоусова. Ну, и его гарантия, что он останется при власти в ближайшее время, скорее всего. Наверное, чувствует какую-то угрозу, особенно на фоне этих всех событий. Ну, это, ну, это, конечно, конечно. Ну, то есть ты не можешь не получить там огромное количество синяков и шишек тумаков, находясь на должности Министра обороны во время войны, которую твои войска ведут, так сказать, ну, там, через пень колода. Ладно бы выигрывали, понимаете. Если ты выигрываешь, значит, тогда ты получаешь там вот медали, так сказать, да, там, всенародную любовь, там, вот. А если ты проигрываешь, то ты получаешь пинки и проклятие. Лукашенко дал интервью, сказал Попову-пропагандисту, сказал о том, что в Украине там уже нет нациков, Украина денацифицирована, что, мол, вот это вот уже все выполнено. Сейчас, сказал, 70% Украины, жителей Украины ненавидят Зеленского. Если не сесть за стол переговоров, будет эскалация, она закончится уничтожением Украины. В общем-то, вот такие вот месседжи он озвучил. Это, скажите, это как рупор Путина? Это то, что сейчас Путин сам не может сказать, да? Это как то, что мы хотим понимать, что в голове... А вот скажите, а зачем это? Ну, потому что, как я сказал выше, вот это направление на переговоры, оно остается магистральным. Так. Но озвучивать его самому Путину не хочется, потому что сейчас это как бы ты запрашиваешь переговоры с позиции слабого. Но это, знаете, как вот в дзюдо путинском любимом, так сказать, да? Когда тебе там болевой делают, и ты там стучишь по татаме, да? Вот так это выглядит. Ну, сдаешься, по сути. Да, вот сейчас запросить переговоры лично, в этом есть элемент слабости. И Лукашенко приходит на помощь. Причем он, видите, запрашивает переговоры как бы с позиции сил. Ну, то есть, там, вот там, то есть, любимая путинская, так сказать, тема, да? Не с позиции слабости, а с позиции силы. Типа нациков мы всех переубивали уже. Дескать, что там дальше их добивать, да? Ну, так, в принципе, мы своих целей достигли уже. Вот. Лукашенко с первого дня этой войны занял позицию абсолютно пропутинскую. И у нас нет никаких оснований считать, что что-то в этой части поменялось. Пока, вот, во всяком случае, не было оснований так считать. Поэтому мы вполне можем воспринимать позицию Лукашенко по этому поводу, как путинскую позицию. Кроме того, Лукашенко неожиданно заявил на встрече с избирателями, что он, мол, готовится к завершению сроку полномочий. Ну, это если громко говорить. То есть, как было сказано. Я уже публично начинаю говорить всем вам. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другим. Нет, я не говорю, что завтра брошу вас, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечен, как и все вы, сказал Лукашенко. Это что, значит, что он не будет баллотироваться на новые выборы президента в 2025 году? Ну, вообще там очень много косвенных признаков того, что Лукашенко... По-моему, это связано, в первую очередь, с его здоровьем. Он очень плохо выглядит. Ну, по крайней мере, с определенной периодичностью он выглядит очень плохо, давайте так скажем. Год назад он выглядел лучше, намного лучше. Поэтому, может быть, это связано с его здоровьем. Может быть, на это же накладывается ощущение такого стратегического тупика, в котором они оказались. Ну, то есть Путин явно проигрывает. А без Путина удержаться Лукашенко самому абсолютно невозможно. Поэтому, может быть, не ждать, пока, так сказать, за тобой придут, как пришли когда-то за Каддафи, а как-то попытаться вырулить через транзит, контролируемый транзит. Ну, то есть это свидетельство, если это так, то это свидетельство о определенной адекватности Лукашенко. То есть косвенных признаков того, что что-то там происходит, что-то там готовится, много. Но это заявление одно из этих, одно из этих, один из признаков всего вот этого. Давайте наблюдать. Наверное, большего я сейчас сказать не смогу. Лукашенко из-за этого заинтересован, чтобы ситуация в Украине, скажем так, решилась до выборов в Белоруссии. Я бы сказал так. Он скорее заинтересован в том, чтобы сыграть роль. Вот он чувствует, он очень, у него очень, он ни в коем случае не интеллектуал, но у него очень сильная чуйка. Такое вот чутье животное, знаете, такая, то, что называется, крестьянская сметка, знаете. Вот. И, возможно, он просто чувствует, что, ну, вот этот, значит, путь на переговоры, как я уже сказал, становится магистральным. И скоро это случится, да. И он хочет оказаться здесь на острие. То есть он хочет оказаться тем, кто впервые, так сказать, это там публично озвучил. И, соответственно, ну, вроде как, именно подчиняясь его, так сказать, предложению, и Путин, и Зеленский там согласились. Ну, то есть он такой великий примиритель. Он очень много выиграл в глазах белорусов из-за того, что он не позволил Путину втянуть Беларусь в войну. Вот. Ну, то есть белорусы, которые его ненавидели после последних президентских выборов, по-настоящему ненавидели. Сейчас очень многие, на самом деле, стали по отношению к нему лояльны. Ну, то есть они вдруг увидели, что у них совсем не самый плохой вариант. Да. То есть они вдруг увидели, что, возможно, реально, возможно, война между бравскими народами. Если, возможно, война России с Украиной и массовое убийство, когда счет по гипсам идет уже на сотни тысяч. Значит, если это возможно между русскими и украинцами, значит, теоретически возможно. Условно говоря, между белорусами и русскими, либо белорусами и украинцами, да. И тот факт, что мы остались от этого в стороне, значит, ну, они там, условно говоря, не перестают креститься. Каждый раз новость приходит о том, что очередной удар российских войск по мирным городам, значит, Украины. Либо там операция ВСУ на территории России, там, эти десятки тысяч беженцев из Курской области. Да, и они каждый раз крестятся, слава тебе, Господи, пронесло. Да, и Александр Григорьевич, который, так сказать, не позволил всему этому случиться, он уже такой положительный герой. Вот. И Лукашенко хочет продолжать эту тему эксплуатировать. То есть, я, типа, создал этот, вот, я сделал переговоры возможные. Я навязал эту, там, тему переговоров этим, там, дуракам, которые дерутся между собой, да. Я оказался самым мудрым из них, вот, я его садил за стол переговоров, благодаря мне прекратились эти, ну, боевые действия, перестали гибнуть люди. Я думаю, он просто чувствует, что эта волна уже, так сказать, поднимается, да, переговорная, и хочет на этой волне ехать, как серфер. Редактор субтитров А.Семкин